ЗВЕРСКАЯ РУБРИКИ На сегодняшний день белых медведей в мире осталось порядка 25 тысяч особей всего. Начнем с названия этой зверюги. Практически во всем мире его называют поларбер, то есть полярный медведь, и лишь в России белый. Но, как я выяснил, древние жители русского севера называли его ашкуй или морской медведь, и не зря. Этот симпатяга оказывается практически всю свою жизнь, как просоленный моряк проводит в рейсах, плавает на дрейфующих льдиных северных морей. Это раз. А во-вторых, полярный медведь действительно прекрасно плавает, преодолевая десятки километров со средней скоростью 5-6 км в час. А это приличная скорость, скажу и вам, для пловца. Кстати, латинское название белого медведя – Ursus maritimus, так и переводится – медведь морской. Медведь морской, понятное дело, умеет нырять, и в этом искусстве он, среди других наземных животных, настоящий чемпион. Ныряет белый медведь с открытыми глазами, но крепко сжимая при этом ноздри, представляете? И при этом он, задержав дыхание, может пробыть под водой до двух минут. Ни одно другое наземное животное этого сделать не может. Основной пищей для белого медведя является нерпа, которую он терпеливо иногда часами поджидает у лунок и молниеносно хватает лапами или клыками, лишь только нерпа появляется из воды. Если есть нечего, полярный медведь с голодухи может на пару месяцев залечь в спячку. К сожалению, голодный самец иногда не прочь поужинать и своим собственным медвежонкам. Это, увы, обычная практика среди белых медведей. Правда, в этом случае придется сначала отбиться от медведицы мамки, которые, хоть и не способны одолеть самца в честном бою, но покалечить может серьезно. Медведь морской, кстати, довольно хамски ведет себя с невестой во время брачного периода. Сначала он неотступно ходит за медведицей по пятам, демонстрируя свои намерения. Но если самка начинает показывать характер, мордует ее нещадно, а потом съели живой партнершей, азартно занимается сексом. Рожают белые медведицы раз в три года. В декабре и январе медвежата, их, как правило, рождаются два, появляются на свет слепыми и размером с недельного котенка. Очень маленькие малыши. В природе у белого медведя нет врагов. Единственное арктическое животное, которое превосходит его по силе, это морж. Видимо, поэтому у белого медведя с моржом заключено вечное перемирие. Художник никогда на моржа не нападает. Даже если безумно голоден. А вот на царя природы человека может не только напасть, но и запросто, извините, съесть без остатка. Таких случаев в истории освоения Крайнего Севера предостаточно. Поэтому полярники особого пиетета к белым медведям не испытывают. Для них это серьезная проблема. Морские медведи не только норовят попробовать людишек на вкус, но и постоянно посягают на продовольственные запасы полярников. Я знаю это не понаслышке, так как, будучи молодым тележурналистом, немало времени провел на острове Диксон, где бегал, я вам скажу, от белых медведей как заяц. Было такое в моей грешной молодости. Ну и теперь самое, пожалуй, интересное из истории Мишки на Севере. Жители тех регионов планеты, где водится белый медведь, издревле мечтали приручить этих мощных и выносливых животных и заставить их исполнять тяжелую работу. Ну, так как это сделали индусы, например, приручив слонов, которые у них таскают тяжеленные бревна. Погонщики ездовых собак, каюры, всегда мечтали запрячь в сане белых медведей, так как обычно большую часть груза, которую везут в санях ездовые собаки, это их корм. А белый медведь может спокойно обходиться без еды 2-3 недели, плюс тянуть в санях может значительно больше груза, чем собаки. И что вы думаете, фантазии каюров однажды решил воплотить в жизнь знаменитый полярный путешественник Руаль Амундсен. Норвежец на полном серьезе купил у одного немецкого торговца экзотическими животными несколько молодых белых медведей и нанял опытного дрессировщика, чтобы тот подготовил Мишек к следующему путешествию, к работе визовой упряжки. Самое удивительное заключается в том, что этот дрессировщик справился с возложенной на него сумасшедшей задачей. Через несколько месяцев белые медведи Амундсена покорно впрягались в упряжку и точили по снегу тяжелые сани. Однако эксперимент до конца доведен не был. Дрессировщик прикинул, что в дикой природе послушные мишки могут забыть, что они дрессированные ездовые животные. И наотрез отказался принять участие в очередном путешествии Амундсена. Амундсен огорчился и брать медведя в компаньоны без человека, которого они хоть как-то слушались, не решился. А так, глядишь, ездил бы сейчас человек по Арктике на белом медведе, как ни в чем не бывало. Ну что, с праздником вас, с днем полярного медведя.